Дорогие друзья, на этой неделе в Иерусалиме, в Израиле, мы будем читать недельную главу Шлах, в которой рассказывается, как еврейский народ уже подходит к земле Израиля, землю, которую Бог обещает им дать, землю текущую молоком и медом. Заходите, живите, стройте храм. Но мы знаем, что произошло. К сожалению, еврейский народ посылает разведчиков, 12 самых достойных людей среди народа Израиля. Среди них 10 оказались грешниками. Они рассказали все, что угодно, любую отговорку в землю не заходить. Двое, Йошо и Калев, рассказали, какая земля прекрасная, какие Бог готов сделать для нас чудеса, чтобы мы ею овладели, зашли в нее и так далее. Вот это вот ужасная недельная глава про грех разведчиков, который, к сожалению, привел к 40 годам нахождению в пустыне, пока не погибнет все толпоколение. 40 дней ходили вот эти вот 10 грешных людей выискивать любую отговорку, любую причину туда не заходить за эти 40 дней. Евреи получили 40 лет изгнания в пустыне. Мы получили 9 ава. Бог сказал, раз вы плачете в этот день просто так, вы будете плачать во все поколения. В этот день 9 ава будет разрушен первый храм, второй храм. Будет еще очень много, к сожалению, ужасных, трагических моментов в этот день. Как минимум мы должны с вами увидеть, насколько от наших поступков зависит наша судьба. Ведь если бы евреи зашли бы тогда в землю, не было бы греха разведчиков, не погибло бы целое поколение, мы бы не ходили кругами по пустыне 40 лет, мы бы сразу бы зашли, у нас бы не было бы 9 ава, всех самых ужасных трагедий бы не было. Насколько все зависит от нас. Бог специально хочет, давайте я вам сделаю людям, моим творением добро, а евреи грешат и получают еще наказание, еще наказание. К сожалению, все из-за нас самих. И нужно понимать, и когда мы будем читать эту недельную главу, нужно понимать, поступок такой, бац, наказание. Поступок хороший, бац, награда. Нужно везде замечать, мера за меру, 40 дней грешите, 40 лет в пустыне. Нужно везде это замечать и врать сразу себе в сердце, вот прямо внедрить, инсталлировать в себя и понимать, что каждый поступок, он имеет вес, любой абсолютно поступок. И если поступок в сторону Бога, будет все хорошо. Если поступок, не дай Бог, в другую сторону, наказание очень тяжелое, и, к сожалению, еврейский народ опять сделал ужасный грех, и мы получили тяжелейшие, ужаснейшие наказания. Это первый урок, как минимум, который мы должны с вами, когда мы будем изучать недельную главу, будем читать все эти псуки про грех разведчиков. Там есть сотни различных мидрашей и хазалий, которые нам объясняют очень много разных интересных уроков, но первый урок все зависит от нас. Мы сами решаем свою судьбу, и Всевышний дает нам все, что полагается нам в зависимости от наших действий. Это первый урок. Теперь, второй урок, который я бы хотел сказать в этом коротком видеоролике. Я бы хотел вам рассказать, что Йошуа немножко непонятно себя ведет. Итак, заходят 12 человек, 10 из них 40 дней ходят, выискивают причины, почему сюда нельзя зайти. А Йошуа и Калев, они ищут наоборот, что рассказать народу, какая-то великая страна. И когда они возвращаются, 10 этих разведчиков первых говорят, мы не сможем зайти, все, профлятая земля, и так далее, и так далее, и двое наших праведников, Йошуа и Калев, они должны весть народ, агитировать, нет, не слушайте этих грешников, мы сможем, мы сможем. Итак, давайте обратим внимание на поведение Калева и Йошуа. Калев кричит, тогда они вернулись, не слушайте этих грешников, мы сможем зайти в эту землю, а Йошуа почему-то молчит. Есть очень много разных объяснений, почему Йошуа как-то себя вел по-тихому, почему же он не агитировал с такой же силой, как и Калев. Я вам хотел бы сказать одно объяснение, которое такое очень интересное. На самом деле, объясняют нам наши мудрецы, что почему еврейский народ боится зайти в землю, что их так напугало. Бог им сделал чудеса в Египте, Бог им сделал чудеса на Ямсуф, открыло море, куча разных чудес. Они знали, что Бог делает чудеса, они уже знали про Бога, они уже готовы зайти в землю Израиля. Почему же они так боялись? Объясняют нам наши мудрецы, потому что Бог спустил пророчество, что Муше Рабейну в землю, увы, не заходит. Еврейский народ испугался, как это мы без Муше, нам Муше дал Тору, нам Муше открыл море, нам Муше сделал все казни, мы без Муше никуда не пойдем. В этом был корень по одному из объяснений греха разведчиков. Они боялись продолжать без Муше Рабейну. Они к нему привыкли, они знают, кто такой Муше Рабейну, насколько он великий, и без Муше Рабейну мы не хотим туда идти. Это был грех, это был корень греха разведчиков. И кричит им Калеев, и объясняет им Калеев, Друзья, конечно, Муше Рабейну великий, но он великий, потому что это все наши заслуги народа. Написано, что когда еврейский народ опускается, вот, они там делали разные грехи в пустыне, и когда они опускались, Муше Рабейну не мог общаться с Богом, как обычно, когда евреи были на большом духовном уровне. Калеев, он объяснял, что без Муше Рабейну тоже будут чудеса. Это Бог делает для всего народа. У нас будет Йошуа вместо Муше Рабейну. Йошуа нам сделает чудеса, как и случилось в дальнейшем, что Йошуа всех завел в землю Израиля. И все было хорошо и с Йошуа, потому что духовный уровень лидера, он также зависит от духовного уровня народа. И Калеев им кричал, не бойтесь, не бойтесь оказаться без Муше, когда у нас будет новый лидер, Йошуа, тоже все будет очень даже хорошо. И здесь мы можем понять, почему Йошуа вел себя тихо и он не кричал. Потому что Йошуа не мог агитировать за самого себя, ведь он будет будущим лидером еврейского народа. И он не мог кричать, друзья, без Муше Рабейна я вас заведу. Они бы ему сказали, а, Йошуа, ты хочешь трон еврейский, ты хочешь быть лидером еврейского народа, ты хочешь быть на этом высоком духовном уровне, который тебе дает еврейский народ, ты хочешь быть с Богом вместо Муше, поэтому ты нас так агитируешь зайти. Поэтому Йошуа, он не мог из-за того, что он будет заменой Муше, он не мог так ярко и активно агитировать войти в землю Израиля. Именно поэтому этим занимался именно Калев, потому что Калев, он не будет будущим лидером. И он мог объяснять, не бойтесь, евреи, остаться без Муше, с Йошуа тоже будет все хорошо. Итак, дорогие друзья, первый урок, который мы должны выучить из нашей головы, что все зависит от наших поступков. Абсолютно все. И нужно, когда мы будем учить главу Шлах, это особенно прослеживается. И нужно, вот я вам рассказал один из комментариев, почему Калев очень сильно агитировал активно и ярко за вход в землю Израиля, а Йошуа не так активно кричал, потому что Йошуа не мог этого сделать, потому что он следующий лидер иберского народа. Спасибо огромное за внимание. Всем шабуа-то!